Персональная выставка «Солнечная палитра», открывшаяся в Щелковской художественной галерее, рассказывает о богатом наследии, которое оставила после себя художник-график Ирина Воробьёва. До сегодняшнего дня щелковцы видели гравюру заслуженного художника РСФСР. К 90-летию со дня рождения Ирины Николаевны галерея впервые показывает акварельные пейзажи, а также этюды, написанные в путешествиях по русскому северу. Она входила в пятёрку самых лучших художников Московской области. И я думаю, что в десятку, наверное, Советского Союза. Почему? Потому что всё-таки всё концентрировалось в Москве и Московской области. Уметь работать с натурой, так, как учили в советское время, как умела Ирина Николаевна, это нужно только позавидовать. Ирина Воробьёва была замужем за известным щелковским художником Германом Безукладниковым. Вместе супруги работали на пленэрах в сериях картин, выполненных в технике акварели, гуаши, темперы, угой, прослеживается творческий путь выпускницы Суриковского института. Диплом с отличием и другие личные вещи, а также десятки графических работ передала на выставку племянница Ирины Николаевны Полина Голованова. Одна из картин останется в галерее и после закрытия экспозиции. Портрет мамы. Я его отреставрировала. Он был просто в убитом состоянии. Холст весь покорёженный. Ну, большая работа была проделана реставраторами. Портрет бабушки не успели сделать к этой выставке. Но портрет сделали. Александр Иванович, я вам его подарю галереи. Потому что я считаю, что такие вещи должны храниться в музее. Выставка Воробьёвой – яркое событие в культурной жизни округа. Многие произведения из собрания не выставлялись по 30 лет. Столько времени художницы нет с нами. Золотой век советского периода искусства графики – серия индийских пейзажей начала 60-х годов. С величественными минаретами, многолюдные улочки, залитые солнцем. Строители ГЭС. Куда бы ни выезжала щёлковская пара, отовсюду привозила рисунки, написанные с натуры. Ирина Николаевна навсегда сощёлкова. Потому что она здесь жила. 1963-го года с Германом Александровичем. Мы с Германом Александровичем из Германниковой не сюда переехали. И на доме, где они жили на Барковой улице, установлена мемориальная доска. Ирина Воробьёва – автор техники печати цветной гравюры на картоне. Колоритные, многодетальные графические работы можно разглядывать бесконечно долго. Вот такой подарок галерея преподнесла зрителям в год наследия русской культуры. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...